Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свои программы и сегодня у нас среда 15 июня и как всегда по средам, хотя это не как всегда, но тем не менее у нас была объявлена программа с очень интересным человеком и тема у нас будет очень актуальной, особенно вот в это время, в этом году, в 2016 году. Я хочу сказать еще дополнительно, вот по нумерологии, 15 в сумме дает 6, 6 месяц июня это 6, Короче говоря, шестерки Венера сейчас меня поправит специалист или добавит к этому или скорректирует, а специалистом у нас сегодня является Андрей Бухарин, астролог, руководитель астрологической школы и человек, который не понаслышке знает очень-очень многие вещи, ну а как мы уже сами знаем, да и в общем особенно те, кто слушает наши программы, интернет-портал радиоцентра Сангейтс, это тройное wsungatesradio.com.com и контакты наши sungates108, солнечные оборота, sungates108, это наш скайп. И тема сегодняшней программы это выборы, это политические фигуры, которых можно проследить их и жизненный путь, и перспективы, как они в общем-то добились таких больших успехов во всех отраслях жизни. И что самое интересное, опять же мы об этом будем говорить, великие сильные меры сего, они пользовались услугами астрологов. И это лишний раз говорит в пользу того, что астрология это очень и очень серьезная наука, если такие великие люди, и мы их потом назовем, пользовались вот такими услугами. Но давайте мы поздороваемся с нашим гостем. Андрей, добрый вам день. День добрый, Майкл, добрый день, уважаемые радиослушатели Сангейс Радио, всем привет. Ну, что бы я хотел сказать, тема сегодня у нас обзор политических выборов и техник прогноза. Ну, на сегодня я подготовил, скажем, с такой перспективы с Джорджа Буша-младшего. Хотел бы рассказать и поделиться своими методами прогноза, то есть не техниками, даже методами. Но перед этим хотел бы сказать, чтобы ко мне относились не как к какой-то там Кассандре или какому-то оракулу, который обязательно там вещает и так далее. Я всего лишь астролог, а это, скажем так, синоним математики. То есть есть некоторые закономерности. Астрологию воспринимаю как раздел физики, волновая механика. И вот некоторые повторяемые такие вот показатели, они присутствуют, ну, скажем так, в большинстве показателей нативов, которые оказываются президентами в данном случае Соединенных Штатов Америки. Ну и не только. Ну, мы сейчас, как бы, вот у нас тренд именно Соединенных Штатов Америки. Я хочу сказать, что мой метод прогноза, он не истинный в последней инстанции. Безусловно, он не стопроцентный, но из тех вариантов, которые вот я прогнозирую и анализирую, карты уже прошедших выборов, у меня где-то складывается, ну, такой 80-85% исполнения. Что, в общем-то, очень высокий такой показатель. То есть прогнозы сбываются? Ну, и те, как... Да, в ретро, как бы, спективе, то есть, когда, ну, там, в прошлые, скажем, выборы, которые еще были, когда еще астрологией, например, я им занимался, в те даже времена, когда смотрел, то там тоже самый процент идет. Я открыт, я готов, скажем, этот мой метод, он был, кстати, опубликован 4 года назад в Соединенных Штатах Америки в одном астрологическом бюллетене. И как раз перед выборами Барака Обамы я прислал месяца за два. Но они испугались. Вы, простите, имеете в виду перед первым сроком его президентства, да? Это 12-й год, который был. 12-й год, то есть это второй срок президентства. Ну, а мы начнем наш анализ, это с Джорджа Буш-младшей, то есть это то, что было, по сути дела, уже старшего, да, вы сказали? Можно старшего, да. Можно старшего, но тогда это еще раньше, потому что младший был, в общем-то, 16 лет тому назад, он, так сказать... В 89-й год. В власти, да. А это, да, Джордж Буш-старший, да, был, значит, значительно до того, ну, между ними был еще и, в общем-то, Клинтон, да? Имеется в виду Билл Клинтон. Да. Да, да. А теперь вот его супруга, так сказать, метит на это место. Ну, мы об этом поговорим, вообще-то тема, дорогие друзья, достаточно обширная и достаточно серьезная, чтобы провести такой анализ, тем более, что я лично знаю, Андрей, очень и очень детальный и очень и очень фундаментальный человек, поэтому он подходит к этому вопросу очень серьезно, со всей, так сказать, ответственностью, поэтому это будет очень детально. Мы просто даже не успеем физически в рамках одной программы это все осветить, поэтому я думаю, что мы в следующий раз продолжим, тем более, что всех будет интересовать, естественно, сам по себе прогноз, но это, так сказать, попозже. Ну, давайте мы начнем тогда с Джорджа Буш-старший, которому, кстати, по-моему, уже 91 или 92 года. Он ознаменовал свой какой-то юбилей прыжком с парашюта. В общем-то, что было так достаточно необычно, сами понимаете. Дедушка прыгает с парашютом в таком возрасте, но, тем не менее, тут все, так сказать, это пиар, сами понимаете. Да, ну, поехали, давайте, слово вам. Благодарю, Майкл. Ну, во-первых, Джордж Буш-старший родился 12 апреля 1924 года в 10.30 Милтон, Массачусет, США. Самые главные показатели, вот один из показателей, который просто даже без прогноза, скажем, глядя на натальную карту, лица, которые занимали руководящие посты, они имели в натальной карте хорошие аспекты Солнца и Юпитера. Ну, в большинстве случаев, не во всех, но в подавляющем большинстве такое присутствие было. В данном случае у него аспект 120 градусов, то есть в Трине, и такие персонажи, они, как правило, имеют очень большие способности именно к власти, легко им дается, у них удача, успех идет, рост авторитета легко дается, хорошо покровители по жизни идут, и вообще они оптимистично настроены по жизни. Ну, чтобы вы понимали, таких вот периодов, когда благоприятные в году, таких очень сильных, это где-то 5-7 таких периодов, то есть это не так часто, то есть это не каждый день рождаются люди, которые, ну скажем так, по судьбе могут управлять коллективами, либо там такими крупными образованиями, как государство, в данном случае Соединенные Штаты Америки. Вот. И суть техники заключается в том, что я, в общем-то, рассматриваю не на начало выборов, то есть вообще, ну, предыстория, есть 4 важных дня выборов, то есть это начало избирательной кампании, собственно, день выборов, третий – это день, когда объявляют результат, ну, он через несколько дней проходит, там бывает неделя, и четвертая – это день инаугурации. Подавляющее большинство астрологов всегда смотрят на даты первые, то есть когда начались выборы там, либо и строят прогнозы. Я пошел, скажем так, от обратного, то есть я стал смотреть на результат, то есть когда, скажем так, вхождение на трон происходит, то есть в этот момент, то есть инаугурация, когда торжественное явление, то есть в последний день рассматриваю, потому что там должны быть показатели именно вот славы, власть, обретение власти, известности, популярности. Ну вот даже немножко вот про, сейчас про Джоша Бужа Старшего, ничего позже, еще хочу договорить то, что следует сначала сказать. Техника прогноза, она интересна, то есть она работает, как жизнь показала, в том случае, если достоверная дата рождения присутствует. То есть я уже два раза сталкивался с тем, что человек становится таким, занимает пост, а показателей известности, всемирной славы, обретения власти нет. С астрологической точки зрения это нонсенс. То есть я больше склоняюсь к тому, что здесь, скорее всего, недостоверная официальная дата рождения. И это, кстати, не что-то такое из ряда вон выходящее. Например, в восточных странах официально засекречены даты рождения первых лиц государства. По причине того, что по гороскопу первого лица государства можно понять, что будет происходить со всем государством. Серьезный момент, в общем-то. Поэтому я сейчас тут не собираюсь разоблачать даты каких-то там политиков настоящих, их не раскрывать. Но, по крайней мере, я хочу сказать, что эта техника, она, по крайней мере, показывает, что здесь что-то не то с датой, потому что так не бывает. Вот по определению, по астрологическим нормам так не бывает. Когда человек на трон восходит, у него должны быть хорошие показатели Юпитера, например, что он облечен властью, вниманием, популярностью, известностью. Вот это я хотел добавить. Так вот, вот этот статический такой прогноз есть в карте Джорджа Борша-старшего. У него Юпитер 120 градусов, солнышко. Но мы только две планеты рассматриваем. Если мы рассмотрим на дату инаугурации, на дату инаугурации Юпитер, который будет в день инаугурации, по идее, должен как-то аспектировать вот этот трим. То есть он должен либо с Солнцем, либо с Юпитером иметь хорошую связь. Но по аспектам. Я, кстати, потом все эти данные могу выложить в интернете, именно в Фейсбуке, где мы планировали с датой инаугурации. А в Америке даты инаугурации проходят в одно время 20 января. Я хочу сказать, простите, одно замечание. Я, то, что вы говорите, действительно есть такое. И я понимаю, о чем идет речь, допустим, почему вот эти даты, так сказать, шифруются. Но не всегда, не везде. Но в данном случае, не знаю, специфика, наверное, выбора в Соединенных Штатах и вообще то, что там происходит. Если где-то кто-то как-то увидит о том, что что-то не так, и это будет очень серьезно, так сказать, против этого человека направлено. То есть получается, человек имеет какую-то тайну, и он не хочет, чтобы это стало известно. Неважно по каким причинам. Поэтому должно быть все очень и очень кристально, чисто и ясно. Но это мир, как мы знаем, материальный, это мир меркантильный, это мир бизнеса. Я говорю про Соединенные Штаты. И поэтому, возможно, это этим обусловлено. Как вы считаете? И вы сказали, вы столкнулись два случая, вы хотите их назвать или это не надо называть? Я могу назвать, почему. У меня открыты эти прогнозы, которые они не удались. И у меня много там было разговоров. Это выборы мэра Москвы Собянина и выборы Петра Порошенко, президента Украины. Там даты были зашифрованы. Но там нет именно юпитерианских показателей на победу. А скажите, вы анализировали, и сейчас мы об этом будем говорить, вы уже начали говорить, вот даты президентов Соединенных Штатов Америки. А как быть насчет русских президентов? Ну, допустим, три возьмем президента. Первый президент, да, и тот, который разрушил все это дело, Михаил Сергеевич, понимаете. И дальше, скажем, Ельцин и дальше Путин. Там есть, да? Да, там все... Там никто не шифровался, да? Нет, там есть один, у нас кто зашифрован. Есть, да. Ну, не будем о нем говорить, да? Не будем указывать пальцами на него, да? Да, но у него юпитер даже в зашифрованной дате стоит там, где у него в настоящей дате. И поэтому она все равно срабатывает, понимаете, прогноз? Но дата реально у него немножко не так публичная, в общем-то. Ну, поэтому, видите, здесь же Георг сказал, что, как бы, восточные страны, они больше тяготеют к этой теме шифрования даты рождений. Ну, они знают, о чем идет речь, вообще-то говоря. Западный мир, он как бы, ну... Что-то я это слышал, да? Ну, наверное, как-то по-другому к этому относится. Ну, здесь, видите, а вот зачем интересно прогнозирование Соединенных Штатов Америки, да, что там все, как, ну, политики, в общем-то, ну, по крайней мере, кого я исследовал, то есть у них объясняется этой техникой, допустим, вхождение, ну, у большинства. Возможно, есть какие-то в меньшинстве, опять же сказал, диапазон порядка 20-15-20 процентов, которые эта техника не объясняет. Ну, в общем-то, все равно это высокая, я же не говорю, что это панацея. В принципе, я говорю, эта техника, она уникальна этим. Что люди, вот, например, даже вот если мы возьмем сейчас на дату инаугурации Джорджа Буша-старшего, то у него Юпитер, он находился на дату инаугурации 20 января 1989 года в 27-м градусе Тельца, а солнышко у него находится в 23-м овне, то есть формировал 30 градусов, ну, полусекции. То есть, ну, в принципе, связь есть, вот, известности, популярности. И что? Андрей, у меня такой вопрос к вам. Вы говорите, вы идете от обратного, то есть вы идете первая дата, это у вас дата инаугурации. И, скажите, то есть вы от этой даты рассматриваете, скажем, два претендента, правильно? Или вы рассматриваете, мы же не знаем, кто, допустим, будет сейчас претендентом. То, что было, можно рассмотреть, допустим, и проанализировать. Ну, то есть, теоретически, мы можем взять, скажем, есть два президента сегодня, кандидаты имеются в виду. Один Дональд Трамп, а второй Хиллари Клинтон. То есть, мы можем, дата инаугурации, понятно, известно, да? Значит, мы берем дату инаугурации, проверяем, если, допустим, становится президентом Трампа, если становится президентом Клинта, мы идем обратно и вычисляем, где какие больше шансов. Вот это вы имеете в виду, как я понимаю, чисто логически. Ну, отчасти. То есть, здесь именно сама эпопея, там, у кого растет сейчас авторитет, ну, вы знаете, у кого он растет, я не знаю, в этой передаче или в следующей можно описать, в общем, у кого падает, это, скажем, явление временное. То есть, здесь и не всегда вы знаете, что тот, кто, за кого больше проголосовали, этот, скажем, становится или не становится президентом. Ну, по крайней мере, у нас в 96-м году официальные есть эти ссылки, если надо, могу даже присылать, где победа была за Геннадием Зюгановым, а дали победу Борису Николаевичу Ельцину. То есть, да, у нас такое возможно. То есть, это не то, что я это выдумал, это я могу из прессы даже дать свидетельство эти. То есть, это, и, кстати, астрологически видно было, что побеждает Ельцин, а Зюганов проигрывает. Хотя за Зюганова проголосовало больше народа. То есть, видите, вот, кстати, где свобода выбора здесь, если такой вопрос брать. В данном случае в Соединенных Штатах Америки я, во-первых, я не следователь, понимаете, я не то, что там кого-то разоблачают. Моя задача, кто войдет на трон. Честным путем, нечестным путем, там, как бы, ну, либо легально, там, либо как-то по-другому. Это уже вторично. То есть, первично, на дату инаугурации, у кого, скажем, кто облечен славой, мы смотрим. То есть, вот спрашивать меня, допустим, вопрос вот в этом задавать, а там, как вот меня задают сейчас по поводу Зюганова, ну, это вопрос не ко мне. Астрологически есть показатели, что выиграл Ельцин, действительно, а Зюганов проиграл. Вот, ну, это к тому, скажем, российским таким вот телодвижением политическим имеет отношение. А в Америке, то есть, вот здесь, да, вот, например, Джордж Бурш-старший, у него есть показатели в натальной карте, что он будет, скажем, там, занимать высокий пост. И на дату инаугурации, да, сравнивать конкурентов, и у кого Юпитер на дату инаугурации делает хороший аспект. Суть в этом, то есть, здесь не надо кучу планет смотреть, можно другие планеты вообще отключить, чтобы они не мешали. Можем посмотреть, вот, 93-й год, это инаугурация Билла Клинтона, но перед этим гороскоп Билла Клинтона, если его рассмотрим на натальную карту, у него Солнце во Льве, ну, да, даты скажу, 19 августа 1946 года, время можно не говорить, и у него Солнце во Льве в 26-м градусе, и через 60 градусов Юпитер в 24-м весов, то есть 60, тоже, ну, тоже аспект в натальной карте, у него показатель, что он имеет очень хорошую возможность быть, скажем так, занимать, ну, пост президента, например. И вот мы посмотрим, что было на инаугурации. Инаугурация у него была в 93-м году, 20 января 93-го года, и если мы сделаем, совместим карты с инаугурации 93-го года, то мы увидим, что Юпитер инаугурации находился в 15-м градусе весов. Да, здесь широкий орбис, но тем не менее, то есть, опять же, формируется, то есть, возвращение Юпитера, опять же, то есть, аспект соединения, ну, здесь, кстати, орбисы почему-то такие, немаленькие, срабатывают. И аспект Солнцу такой формируется в 60 градусов. Если мы рассмотрим второй срок его, который был в 1997 году, то там вообще, там так красиво это все смотрится. Вот Билл Клинтон, совмещаем карту с инаугурацией 97-го года. Я хочу сказать, что в 97-м году все эти, то есть, не в 97-м году, а все инаугурации в Америке происходят в один день. И, кстати, очень часто в этот день на небесах Юпитер с Солнцем образует или соединение, или три, и это где-то до 80% случаев. То есть, это соединение вообще происходит, Солнце с Юпитером один раз в году. Ну, на самом деле, я полагаю так, что люди, которые назначают такие даты, судьбоносные, они разбираются во многих вещах. И просто так это, с Бухты-Барахты, так сказать, не выбирается какой-то день, такой знаменательный. Наверное, там есть консультанты. Серьезно, да, совершенно верно, Майкл. К этому тоже подходишь, к мысли такой, что там присутствуют. Ну, вот, кстати, я немножко поправлюсь, а в 97 году как раз моя техника не срабатывает. Она отчасти срабатывает, что на небесах Юпитер с Солнцем соединение, что в этот дата будет дата инаугурации. Но транзитный Юпитер формирует конфликтный аспект 90 градусов к Юпитеру, но к Солнцу он формирует, есть 150 градусов. Это Квиконс. То есть, здесь есть конфликт славы, ну, скажем, авторитета, падения. То есть, действительно, у него произошло падение авторитета с этой, наверное, с кем там, с Моникой Левинской, да? С Моникой. То есть, показатель славы, известности на дату выборов есть. Причем, Орбис такой, 2 градуса всего, то есть, вполне очень хороший. Если мы рассмотрим дальше... Я полагаю так, что когда стоял вопрос даже об импичменте и предлагали уйти без всяких там последствий, допустим, ну, наверное, тоже. Не просто так он принял там решение на семейном совете, а, наверное, там были вовлечены какие-то серьезные силы, люди серьезные, которые, конечно же, ему посоветовали бы. Какое решение принять? Ну, да, так, в общем-то, благородно поступило тогда, так приняло позицию. Дальновидно, дальновидно. Потому как тогда уже можно было предположить, что вот сейчас будет происходить то, что происходит на самом деле. Кто мог тогда предположить, да? Женщина еще куда-то там, а тут как-то шансы. Но мы к этому подойдем. Хорошо, давайте не будем отвлекаться, давайте, значит, поехали дальше. В общем, младший, вот у него в гороскопе Юпитер-квадратик Солнцу, то есть это один из показателей таких, скажем, завышенной самооценки, публичных скандалов. И, в общем, негармоничные, кстати, у отца лучше показатели. Он более такая у него, ну, скажем так, мягкая такая вот аспект входа во власть. А у него вот связан с какими-то, ну, скажем такими, публичными разборками. У младшего? Да, у младшего. Я про младшего. Ну, младшего, мы же знаем. У младшего была достаточно бурная, так скажем, молодость. Более того, он во всеуслышание, что, кстати, является, вот в Соединенных Штатах, это является не клеймят позором, если человек признает о том, что, к примеру, он злоупотреблял, там, допустим, алкоголем или наркотиком, то есть Буш официально признал, что он был, ну, если не пьяниц, это во всяком случае был, ну, где-то около алкоголизма, да? И он это признал, ну, что не помешало ему стать президентом. Вот эта демократичность, кстати, ну, так сказать, я могу признать, что тут действительно очень серьезный момент. То есть, ну, был-было, человек делает ошибки, вот, и как он потом с этими всеми справляется, вот это самый главный момент, то есть мы все делаем ошибки, так скажем. Если мы рассмотрим почему-то... Ну, это правда, вот видите, видите, подтверждаете о том, что там были какие-то вот нюансы, да, слабее, конечно, чем у старшего, это понятно. Да, он сам по президентству, в общем-то, слабее был, чем старший, да. Ну, вот, и, вот, пожалуйста, дата инаугурации 20 января 2001 года, Юпитер, инаугурации, находится во втором градусе близнецов. То есть он формирует трим к Юпитеру и сходящийся, скажем, такой, ну, с большим орбисом, правда, полусексик Солнцу. То есть здесь или к Юпитеру, или к Солнцу Юпитер, транзитный Юпитер формирует хороший аспект. То есть мы здесь видим 120 градусов аспект между Юпитерами, и он вот как бы так, ну, он занимает в это время, и рост авторитета его происходит. Дальше в 2005 году, опять же, второй раз он входит, скажем так, выигрывает выборы. И если мы сравним положение Юпитера в 2005 году с его гороскопом инаугурации, то мы посмотрим, что Юпитер находился в весах в 19 градусе, точно градус-градус на Юпитере, его Юпитер на тайной карте. То есть произошло вот как у Клинтона возвращение Юпитера. Вот посмотрите, какой президент, а аспекты те же возникают, то есть соединение Юпитера по Юпитеру идет. Вот это Юпитериар, это очень, раз в 12 лет происходит такое событие, оно очень важное, когда у человека начинается новый виток роста популярности, там, его, скажем, новый, скажем, этап жизни человека. Ну вот в 2009 году инаугурация была у Барака Обамы первая. Если мы рассмотрим гороскоп Барака Обамы, опять же, посмотрим, есть ли у него наличие аспектов. И вот здесь, я вам скажу, что у него оппозиция между Солнцем и Юпитером, ну, в Большом Орбисе, но, в принципе, они разведены в разные, скажем так, полусферы гороскопа. И, в общем-то, вот один гороскоп Барака Обамы, который, скажем так, моя техника, ну, изначально, как бы, изначальный показатель, она, то есть, не подтверждает. Но, то есть, глядя на него, так сказать, просто даже по космограмме сказать, что это вот такие, как, допустим, у Джорджа Буша Старшего, у Билла Клинтона красивые показатели, у него нету. Но на дату инаугурации, 2009 год, Юпитер, инаугурация, находится в четвертом градусе Водолея, опять же, в соединении с Солнцем, вдумайтесь, который, вот сколько выборов в Америке, и как часто они происходят, инаугурация проходит, когда Солнце или в соединении с Юпитером, или в тренинг Юпитеру, или вот какое-то место такое интересное. Ну, естественно, на Юпитере этого Барака Обамы. То есть, опять, Юпитеря, как у Джорджа Буша-младшего. То есть, Юпитер уже за 4 года прошел 4 знака, но попадает на Юпитер того кандидата, который занимает первое место. И вот, если мы еще сравним, он же потом, Барак Обама еще одни выборы выигрывал, и в 2013 году он как раз тоже был, вторые выборы выиграл, и я вот как раз тогда первый раз написал, ну, в 2012 году у меня был опубликован этот мой метод, именно как раз прогноз к его выбору. Но там любопытная история произошла. Туда, куда я выслал, чтобы меня опубликовали, они испугались, подождали, когда пройдут выборы, а потом опубликовали и написали, что нам 2 месяца назад прислали. Но у меня на Фейсбуке есть все это выложено, скажем, еще там видно по датам. То есть, а мне как раз хотелось, чтобы было имя, скажем так, на бумаге, где-то в имени там напечатано, чтобы доказательства этого были такие формальные. Вот. Ну, ничего. Так вот, если мы сравним гороскоп Барака Обама и сделаем с ним с датой 2013 года, то мы увидим, что Юпитер ушел за 4 года, аж 4 знака прошел, попадает в 7-й градус близнецов, во-первых, на небесах в это время Солнце втриня к Юпитеру. Пять раз всего бывает в году такое положение, и каждый раз в таком положении, ну, в 80 случаях, происходит инаугурация президента. Я вам скажу, не только в Соединенных Штатах Америки. Украина, Россия, Франция, там Оланды осмотрел, там это повсеместно. Там же, ну, в разные же дни происходит, в разные годы. И, опять же, Юпитер в трине к транзитной Юпитер инаугурации, в трине к Юпитеру его радикса и к Солнцу в 60 градусов. То есть, пожалуйста. То есть, это человек, который, я вот как раз сравнил уже, кто там, Ромни был у него там, конкурент, да? Если память не изменяй, вот, в то время. Так вот, вот, собственно, мы подошли как раз к выборам следующим. И, ну, вы уже сами там управляете. Сейчас мы это будем... Мы можем поговорить, скажем так, какие показатели есть у Хиллари Клинтон и у основного кандидата Дональда Трампа. И сравнить, что будет. Потому что там, скажем, 50-50. Там, кстати, оба, они интересны тем, что у них у обоих есть... То есть, таких радикальных различий у них в натальных картах нет. У них есть у обоих хорошая связь Солнца с Юпитером. Но вот, скажем, способ распознания, кто будет на дату инаугурации, скажем, там, войдет на трон, Ну, тоже, кстати, рядышком там есть ряд... Ну, ваше слово. Вы знаете, Андрей, я читаю различные публикации, с этим связанные, особенно то, что связано, скажем, там, ну, в частности, мы говорим об астрологии. И у меня даже есть какие-то подписки, рассылки и так далее. Так, я читал... Один человек, астролог, он анализировал карты претендентов. Ну, тогда это было давно. И тогда еще не было вот на последнем этапе, который, скажем, сейчас. Только есть два уже кандидата от Демократической, от Республиканской партии. Хотя, ну, формально, конечно, есть. Но самые там сильные кандидаты. И не исключала, кстати, возможность появления где-то вот выскакивает буквально там, как чертик, знаете, из табакерки выскакивает еще третий кандидат какой-то. Ну, допустим, его нету. Вот если мы берем вот этих двух, то вот тот астролог, который анализировал гороскопы всех, он написал так, что он никогда за все время анализа... Не знаю уж, как основывался, на чем за все время существования президентов Соединенных Штатов, начиная с первого, не видал такого сильного в астрологическом плане кандидата, как Дональд Трэмп. За что потом на него ополчилась вся братья астрологическая. И они, естественно, доказывали, как, что и почему. И, в общем-то, клеймили его, так сказать, позором. Ну, мы посмотрим, чем это дело все закончится, тем более, что, в общем-то, у вас есть и ваше мнение. Ну, вот это самое главное мнение для нас, поскольку мы с вами беседуем. Об этом мы узнаем чуть позднее, все-таки, так сказать, потихонечку будем двигаться. Ну, хорошо, давайте мы проанализируем тогда вот этих двух кандидатов, президенты. У меня только один такой момент. Впервые в истории, кстати, Барак Обама, это человек, который афроамериканец, как мы знаем, и никогда такого не было до сих пор в истории Соединенных Штатов. А сейчас второй такой прецедент, когда, ну, так сказать, на трон может вступить женщина. Есть ли здесь какие-то вот нюансы в отношении того, ну, стоит, скажем, бороться, вот, есть ли какие-то плюсы или минусы в этом? Ну, не в плане того политики, а в плане того равновесия, скажем, прецедентов. Потому что, ну, по определению, если никогда не было, так понятно, что перевес на стороне там... Ну, да, я понял, потому что на стороне Хиллари Клинтон, как бы, то, что она женщина, а женщин никогда не было. Она, в принципе, за нее планирует голосовать, скажем, слои такие менее обеспеченные. Вот, ну, как бы, она поддержку имеет вот с латинского такого сегмента Америки. А Дональд Трамп, он больше ориентирован на бизнес и более жестко так относится, скажем так, к границе, там, с Мексикой собирается закрыть. И поддерживает, кстати, как это ни странно, у него позитивные высказывания по политике на Ближнем Востоке вместе с Российской Федерацией, как бы, одинаковые. То есть здесь, в этом есть, скажем, такие, как бы, если Хиллари Клинтон будет, то она, ее, скажем так, обострение политически больше, ну, скажем так, больше лобби, как я понимаю, за ней стоит такая, можно сказать, война, да, как некоторые говорят. А за Трампом у него стратегия такая, чтобы у нас что своих проблем нет, что мы лезем куда-то еще там где-то тратим. То есть он как купец хороший смотрит, именно зачем мы будем какие-то делать невыгодные инвестиции, там, например, в тот же Ближний Восток. И при этом, ну, если я правильно понимаю. Да, ну, Трамп, ну, дело в том, что сейчас мы как-то уходим в сферу, скажем, философии и психологии. Трамп, я смотрел, практически все по телевидению шли, это называлось шоу такое, Apprentice, где две команды между собой, так скажем, соревновались. И победители вот этих двух команд, причем очень высокого класса там были люди, имеется в виду образование, становился его помощником. То есть он брал на работу помощников. Вот это вот... А внушолин передача, кажется, это, да? Ну, по-русски, наверное, не знаю, она Apprentice называется, то есть соревнования вот в таком плане. И он это вел, то есть он, по сути, мы же знаем, он бизнесмен. То есть он ко всему относится как к бизнесу, и надо дать ему должное, он очень и очень серьезный бизнесмен. Мы же знаем здание, которое он строил. Кстати, первый победитель первого вот такого Apprentice был человек, я фамилию сейчас, ну, не помню, но неважно. Это было строительство высотного кондоминиума или кооперативного дома на берегу Chicago River в Даунтауне. И вот, так сказать, были раскуплены все, особенно когда, ну, это Страмп, мы же понимаем. То есть были раскуплены задолго все квартиры в этом здании, когда она еще и близко не построили. Вот этот вот человек помогал как раз в строительстве. Ну, то есть он бизнесмен, это понятно. Скажите, у меня вопрос к вам такой. Ну, поскольку Билл Клинтон был президентом, и Хиллари собирается сейчас быть, она была госсекретарем. Скажите, вот, если, можно ли наложить как-то карты обоих Клинтонов и посмотреть, скажем, есть ли какой-то потенциал дополнительный, вот, приносит ли... Можно, конечно. Ну, во-первых, можно рассмотреть, вот, Хиллари, если смотреть ее, опять же, связь, вот, Солнце с Юпитером, то у нее как раз показатель, ну, ближе, вот, как у мужа. У мужа там 60 градусов, а у нее 30. То есть у нее есть хороший аспект между Солнцем с Юпитером. Но, вот, сравнивая, например, с Трампом, у Трампа тоже есть, но там 120 градусов. И 120 градусов, в принципе, он по определению сильнее, как бы считается, в проявлении своем. Ну, это к слову сказать. Хотя мы видим, что Хиллари, она, как бы, вот, ее все время на виду. То есть популярность у нее, с годами она не была такого, да, как провал какой-то, она куда-то там пропала из политики, потом появилась опять. То есть она постоянно где-то на волне, там, присутствует этой. Вот, сравнивать, она такое, я вам скажу, именно во власти, в принципе, она очень уютно себя чувствовать будет, потому что у нее Юпитер находится в Стрельце. То есть это знак ни изгнания никакой, ни падения, то есть это знак обители. Люди с Юпитером в Стрельце, как правило, у них нету комплексов неполноценности психологических «я великий». И вот в предыдущей передаче мы с вами. То есть они, как бы, само собой, разумеется, да, вот, власть, они воспринимают ее не как что-то такое, чем вожделяться надо, а просто работа есть работа. Вот, и если сравнивать с Биллом Клинтоном, у него, ну, у него Юпитер в весах, ему главные партнеры, кстати, вот, у него удача, успех. Вообще, удивительно, она выраженный такой скорпион, имеет ядро, а Билл Клинтон выраженный, помимо льва, знака весы. То есть у него присутствует, ну, видите, он на саксофоне играет, такой красивый мужчина-музыкант. Его мечта была, знаете, его мечта была быть президентом, он во всем хотел походить на Джона Кеннеди. Его, вот, была, так сказать, мечта затмить Джона Кеннеди. Ну, как мы знаем, да, как мы знаем, это не произошло. Но вы знаете, что у него есть свои сейчас, он не отошел от какой-то активной деятельности. Ну, по возрасту он еще вполне, вполне нормально, функционально. А? 46-го года рождения. 46-го года, да, совершенно верно, да. Ну, это не так много для политиков. На самом деле, мы знаем политиков гораздо более старшего возраста, которые, в общем-то, управляли страной. Это нормально. И он путешествует, он, у него есть его, так скажем, foundation, то есть, у него, ну, достаточно много, много всего. Там неоднозначно, на самом деле, все, когда они были в Арканзасе, когда они там занимались и бизнесом, и только с этого начинали. У меня, кстати, есть хорошие знакомые, и я даже помню, когда рассказывали, вот, у моих хороших знакомых, меньшане, они живут там, в Little Rocky. И их сын, он был, тоже участвовал в каком-то, в каком-то, типа, соревновании для молодых бизнесменов, для молодых лидеров. Ну, и он там, в общем-то, дружил с дочерью Клинтонов и когда-то даже, в общем-то, Челси. Да, и когда-то Челси была у него в гостях, она зашла в комнату и сказала, так это у тебя клазит, клазит этот чулан. То есть, параметры, понятно, дома были значительно больше у них, чем у моих друзей. Вот, поэтому, но тем не менее, они рассказывали, в общем, достаточно там интересные вещи. Ну, хорошо, это лирическое отступление, так скажем. Хорошо, а скажите, вот, скажем, кто-то из них будет, допустим, если не мешается там что-то такое, еще рука проведения, так скажем, а кто-то из них будет президентом, можно ли спрогнозировать, изменится ли политика, ну, дело в том, что мы же знаем, как ни крути, как бы мы к этому ни относились, и другие страны как бы любили, не любили, но тем не менее, центр мирового бизнеса все-таки находится на территории Соединенных Штатов, ну, по крайней мере, сегодня. То есть, все смотрят и реагируют, что происходит здесь. То есть, понятно, что как только будут выборы, произойдут какие-то изменения. Можно ли каким-то образом, скажем, там, спрогнозировать, позитивно это будет в отношении, или не очень позитивно, и на каком этапе? Да, это надо сравнить с гороскопом Соединенных Штатов Америки. Мы можем, кстати, провести сравнение и посмотреть, что, скажем так, есть ли показатели повреждения, либо поддержки у кого от государства к гороскопу, либо от натива к государству. Ну, сейчас можем посмотреть, с кого начнем, с женщины? Ну, с женщинам у нас всегда, так сказать, дорога. Вот, Хиллари Клинтон. Так, США. Декларация независимости. Что мы здесь видим? Ну, Хиллари в Соединенных Штатах, именно Хиллари в Клинтон, в государстве Соединенных Штатов Америки, очень комфортно. Потому что Юпитер, опять же, государство Соединенных Штатов Америки, находит в трине к Солнцу ее. То есть, это очень, кстати, большой плюс в плане того, что она может быть президентом Соединенных Штатов Америки. То есть, во-первых, ей великое благо от государства Соединенных Штатов Америки, ей, как физическому человеку, ей благо идет. Что она дает, либо не дает? Так, мы сейчас посмотрим. Так, ну вот, население описывается Луной и Соединенных Штатов Америки. И мы видим очень нехорошую оппозицию между планетами Марс и Плутоном, которые у Хиллари Клинтон находятся в Альве. И они в оппозиции 180 градусов к Луне. А Луна – это население само. Марс и Плутон – это тема войны, это тема кризисов, это тема каких-то очень серьезных испытаний и душевной боли, если так выразиться. Ну, в сенастре, скажем так, между людьми. То есть, если вот между двумя людьми смотреть, то обычно я говорю так, что тот, у кого Марс, приносит сильные душевные боли тому, у кого Луна. А если у него еще Плутон, то это вообще такое очень серьезное потрясение. То есть, именно для, кто описывается Луной, то для них это серьезное… Ну, а Луной описывается в натальной карте население само. Вот так вот здесь, ну, рассказываю, как мы сейчас рассматриваем больше Луну. С другой стороны, есть хороший показатель… Так, еще тут какие еще показатели есть, посмотрим, кому она… Ну, польза от Хиллари будет всем тем, кто описывается Венерой. Венера – это молодые, красивые женщины. Это именно люди, которые имеют отношение к красоте, к искусству, косметологии. Ну, вот венерианская вот эта тема. То есть, им, кстати, повезет почему-то от нее, ну, если она станет президентом. А вот вопросы, кстати, вот материнства, либо прочих, все, что Луной описывается, это как бы такие будут ограничения. Что пенсионер? Так, пенсионер – это у нас Сатурн. Пока не вижу таких взаимодействий, ну, вот если так посмотреть. Я хотел спросить, как насчет внешней политики, к примеру. Ну, к сожалению, так происходит, так всегда происходило. И я, когда жил в бывшем Советском Союзе, постоянно были конфронтации Советского Союза и Соединенных Штатов, двух систем, понятно. И холодная война, и так далее, и так далее. К сожалению, сейчас происходит все то же самое. И вроде бы уже и Советского Союза нет, но тем не менее, почему-то. Так, потепление какое-то будет намечаться, потому что любая конфликтная ситуация, неважно по каким причинам, это негативная штука. Поэтому это будет отражаться ведь на всех и на вся. Как, вот если побеждает Клинтон, допустим, может ли измениться внешняя политика? Ну, все-таки, кстати, она была госсекретарем. Если Трамп, он чисто, вот, скажем, материалист, если считать, что это бизнес, то она все-таки по связям, да, можно сказать. Ну, она больше как юрист, да, была же там юристом, начинала. Ну, да, там была компания, да. Кстати, вот, сейчас я отвечу на вопрос, если можно вот Трампа посмотреть. Вот Трампа, они же практически одногодки, у него тоже Плутон поражает Луну. То есть, вот тут выход такой, что любого, кто кандидата выберут, все равно, как бы, населению не избежать каких-то серьезных кризисных ситуаций в жизни. Вот, но если еще, скажем, у Хиллари еще Марс там добавляет, а Марс это, как бы, ну, более остроту такую, более болезненные переживания дает. То есть, какая-то резкость может быть, да, в отношениях. Это может быть какая-то немирное решение конфликтами, а вот я так сказала, и ты пошел рядом, Билл, к примеру. Ну, можно так выразить. Вообще, она сильная женщина. Она, да. Да, у нее знак скорпиона такой выраженный, будь здоров. Вот, а почему именно конфронтация с Советским Союзом идет? Ну, во-первых, моя точка зрения, что Советский Союз еще живой. То есть, у него жизнь 108 лет. Вот он образовался в 1917 году, имеет три фазы. Первая фаза созидания, она шла до смерти Сталина, ну, по 36 лет, это кардинальная часть. Потом фаза была 36-летняя, до 89-го года, это когда коммунистическую партию лишили силы. Горбачев. Да, Горбачев. Это была фаза расцвета. Причем, ровно посередине, 54 года, когда вот это прошло, из 108-летнего цикла, как раз была знаменательная пятилетка Косыгина, под управлением Косыгина, ну, как бы, типа премьер-министра по нынешним названиям. Которая, Советский Союз, там, показал небывалый рост достижений, чуть ли там не 50% по некоторым показателям. Ну, это невероятно, там, 50% рост ВВП, там, это что-то... Догоним и перегоним. И реально, а потому что это самый пик был. А вот потом началась вот застой, и начинается фаза распада с 89-го года по 2025 год. Поэтому, когда вот сейчас многие рассматривают, ну, почему-то вы задали вот этот вопрос, потому что эгрегор еще коммунизма, он еще живой. То есть, Ленин лежит в мавзолее, памятники стоят. То есть, я ни в коем случае не призываю там сносить или что-то. Я просто говорю о том, что энергетика идеологии, она еще живая. Она сдала территориально. Более того, более того, вот я от вас узнал о том, что я не знал этого момента, о том, что стали принимать опять детей в пионеры, и уже там опять красные галстыки, то есть идет вот это вот... Вы думаете, как дубы вы уже? Не-не-не, я знаю. Смотрите, что вы видите. Я вижу, я вижу. Это в школе выдают детям значок, а цена 18 копеек, запасы партии. А что, существует... А, ну, имеется в виду, да. Вы же напечатали их, там, не знаю, тоннами в советское время. И сейчас выдают эти значки? Да, красные галстуки, советские значки. Так вот, у меня же в школе же детям же выдают, я же вам показываю. Это же не то, что я... Понятно. Может, уже и продаются. 18 копеек цена. Ну, сейчас 18 копеек нету, по-моему. Да, это цена еще советских копеек. Ну, это естественно, да. Ну, хорошо, хорошо. Ну, на самом деле, да, я, в принципе, я согласен, по крайней мере, славянские бывшие республики, как-то вот по ощущениям, они еще не разделились. То есть, имеется в виду Россия, Белоруссия, ну и Украина, ну и, наверное, Казахстан почему-то. Тут вот как-то так. Еще президент существует, Нурсултан Назарбаев, насколько я помню, да? Ну, сменяемый... Да? Вот там, там надо, моя техника, она же не работает никак, либо у него, я не знаю, надо проверить. Ну, это оттуда, оттуда, там, для чего-то же это, звезды зажигают. С Советского Союза человек вообще не менялся. Да, последний из макикан, да. Ну, хорошо, хорошо. Ну, вот, есть, что-что, я просто, Майкл, он не ответил на этот вопрос еще по Советскому Союзу. Поэтому сейчас фаза распада идет, она длится будет до 2025 года. То есть, понятно, что, ну, такова жизнь, что-то растет, что-то живет, что-то умирает. Поэтому, естественно, что какие-то вот такие идеи, ведь основная идеология была в советское время, это враг Соединенные Штаты номер один, да? Ну, вспомню. Ну, и в Соединенных Штатах была идеология, враг Советский Союз, это уже никуда не деться, да? Как бы на этом взросшены были вся, кстати, эрегономика была построена на этом, скажем так, идеологическом таком посыле. Вот. И поэтому, ну, хотя сейчас, безусловно, нельзя сравнивать Советский Союз по его мощи с тем, что после него осталось. И поэтому, кстати, Соединенным Штатам Америки от этого не легче. Потому что надо иметь, то есть, идеология была заточена под борьбу с коммунизмом, коммунизма не стало, с кем бороться. Понимаете, надо же против кого-то дружить всегда, а тут нет. Ну, а тут возникают всякие там, как я понимаю, ближневосточные там всякие лидеры и так далее. Кстати, мы когда с вами обсуждали нашу тему, наши сегодняшние программы, мы решили коснуться немножечко, потому что мы продолжим в следующей нашей программе это все. Ну, взаимоотношения, вот я бы так обозначил, каким-то таким треугольником, может быть, еще раз, это мое личное понимание, это, допустим, Соединенные Штаты, это бывший Советский Союз, как-то я уезжал, просто я не могу до сих пор это как-то вот свыкнуться, да, то есть я понимаю, как это все происходит, но я уезжал из Советского Союза. И Израиль. Вот в Израиле, ну, потому что там как-то вот окружено всеми арабскими государствами, это все маленькая такая страна, но тем не менее играет очень большую роль на международном небосводе, небослоне, не знаю, в международных событиях. И вот с этим связано отношение. Вы вот упомянули о том, что, скажем, Хиллари Клинтон, да, вот именно за улучшение, скажем, отношений. И вот там сейчас находится премьер-министр Бениамин Натаньягу, да, вот как его, допустим, показатель, если вы, конечно, анализировали и прослеживали вот закономерность его, ну, не становления, а вот его, скажем, премьер-министерство, не знаю, как сказать, его позиции, короче говоря. Ну, по Бениамину Натаньягу я сейчас сходу, сейчас я не подготовлен, могу в следующей передаче рассказать. По государству Израиль могу сказать, потому что государство Израиль, оно образовано 14 мая 1948 года, и образовалось оно в Затмении. Вот это, кстати... Интересный момент. Да, именно в день Затмения, ну, там даже не в день Затмения, сейчас скажу, в общем, там Затмение было рядом, я вижу, по узлам тут неделя, прошло несколько дней буквально, потому что неделя прошла. Ну, я полагаю, каббалисты, наверное, это тоже как-то просчитали. Это имеет очень важное значение, потому что я вот отслеживал военное обострение с арабами в Израиле. Они происходят, ну, вот не поверите, день в день в Затмении. То есть вообще с точностью до одного дня. Вот Затмение сегодня, все, вечером начинается война какая-то. То есть это закономерность, ну, опять же, надо набирать статистику, сколько там, я же не в Израиле живу, то есть мне как бы, сколько там нападений бывает, таких больших, маленьких. Но вот все войны, то есть именно последние, по крайней мере, которые вот обострение были, они происходили однозначно на Затмении. Поэтому, исходя из этого, можно в формате передачи, сегодня, чтобы у нас уже осталось времени много, сказать, что ближайшие Затмения, они будут в сентябре. И в сентябре очень вероятно опять какая-то волна агрессии, либо там ухудшения именно в плане военных конфликтов. Потому что народ в Израиле в основном живет в таком перманентном стрессе, что вот прилетят ракеты, не прилетят ракеты, там все время ходить с этими противогазами, с детьми там. Ну, это вообще, это, честно говоря, я вот так представляю, когда у меня есть и знакомые в Израиле, и клиенты, я общаюсь с ними, и просто это тяжело жить психологически, вот все время под каким-то вот этим прессом террористической атаки какой-то. Но вот поэтому я говорю, что, в принципе, сейчас переживать нечего, то есть это будет именно только на периоды затмений происходит. Кстати, почему на периоды затмений еще происходят? Затмения, они действуют очень сильно на психику людей. И вы знаете, что все самоубийцы, они, скажем так, ну, психически под большим подозрением таким, что у них там все нормально с головой. И всевозможные вот эти самоубийцы с рычаткой, которые ходят, это же однозначно, что у человека что-то, ну, какие-то инстинкты самосохранения не должны разрабатывать. То есть у него какая-то сверхценная идея, то есть которая над его, ну, скажем, каким-то там посылом совести, либо просто человеческими мыслями. И о самосохранении хотя бы. А в это время я как медик могу сказать, что происходит психически, поэтому оно как бы все вместе. То есть и по гороскопу страны в это время, в принципе, все время обострения глобальные какие-то происходят. Ну, и у психически нездоровых людей, которые как бы такими бывают исполнителями, что ли, вот этого злого урока. Тоже они в это время, скажем так, пассионарность такая у них нарастает. Ну, вот так. Это сходу, что сказать, сразу на ближайшее время. Поэтому, да. Андрей, у меня к вам, наверное, все-таки последний вопрос. У нас время, коротенько, у нас время уже подходит к концу нашей программы. Скажите, если отойдя от темы, которые главной темой нашей программы, это выборы президентов Соединенных Штатов, это анализ прошлых президентов и кандидатов. Вот что ожидать, ну, давайте хотя бы до конца этого месяца. А политических, каких-то геополитических событий, каких-то серьезных, вот, предвидится, не предвидится? Вот так вот, довольно коротко. Ну, самые такие негативные, как бы, вот, изменения именно в военном плане, они, я, лично я ожидаю, вот, на развороте Марса, вот, 30-го числа июня. 30-го июня, а последний день в месяце, да? Ну, даже не именно в этот день. Обычно практика показывает, где-то через неделю после разворота происходят события. Хотя, если вот сравнивать, например, последнюю транзитную петлю Марса, которая была, то на первом остановке произошли события в Крыму. Ну, она два года, у него, как бы, цикл Марса, год и 1,8-й года, чуть меньше двух лет. Вот, предыдущая была транзитная петля весной 2014 года. А на втором, вот, как сейчас, вот, мы будем, началась АТО, ну, на Украине, там, война началась полномасштабная. То есть, четко, на одну дату и на вторую, вот, там, это произошло. То есть, на первом, там, развороте Янукович пропал, как бы, вот, и все последствия, там, которые начались. А на втором началась война. Вот, и это также и здесь, на первом развороте, я уже говорил, что обострение, которое я вижу, но пока не на территории Соединенных Штатов, либо что-то с Америкой. Это Украина, Ближний Восток и Южно-Китайское море. И, кстати, Южно-Китайское море, там, на самом деле, там, вот, Китай начинает с Америкой какие-то предъявлять претензии, что, там, какие-то трения из-за каких-то островов, вот, действительно, ну, постепенно, там, накаляется. Мы посмотрим, что, как это будет, ну, в пределах, вот, ближайшего месяца. То есть, для Соединенных Штатов Америки это именно вот те направления, Южно-Китайское море, где могут столкнуться интересы с Китаем, и Ближний Восток, ну, там, как бы, узел завязан, там, войск уже будет здоров сколько в Сирии, вот, и Украина. Ну, это Донецк, там, вот, эти дела все. Понятно. Ну, дорогие друзья, наши, уважаемые радиослушатели, наша программа сегодня с Андреем Бухариным, астрологом, подошла к концу. Я что хотел бы сказать о том, что у нас регулярные программы, они, может быть, не, так скажем, не в определенный день и в определенное время, но только лишь потому, что, как раз-таки это говорит в пользу науки, потому что не просто мы решили о том, что мы в среду в 17 часов по московскому времени решили провести с Андреем программу, потому что ему по времени подходит, мне по времени подходит и так далее, и мы более-менее свободны. Нет, потому что именно вот в это время надо говорить именно об этом событии, и об этом говорит не Майкл Мелехов или Андрей Бухарин, а об этом говорит астрология. Поэтому я, так сказать, подчиняюсь в данном случае специалистам, и, как мне говорят, я, так сказать, и делаю. Ну, в том анекдоте папа мог, но бык лучше, да? Простите. Так вот, короче говоря, у нас будет следующая программа, мы это обсудим, поэтому я предлагаю, дорогие друзья, следить за нашими анонсами, а все программы у нас записываются, выставляются в YouTube, поэтому те, кто подписаны, они мгновенно получают эти программы, уведомления о том, что вышла вот такая вот программа. Ну и в Facebook, ну и Андрей на своих каналах выставляет это, когда будет следующая программа. А следующая программа будет посвящена продолжению нашей темы, и где мы уже поговорим конкретно, наиболее вероятный претендент на престол американского президента. Андрей, да, еще что я хочу сделать, небольшую ремарку, мы планируем, я еще не знаю, когда, мы не вычислили это время, мы планируем с Андреем проводить цикл программ, это дополнительно к тому, что вот мы общие какие-то вот такие вот программы затрагиваем, а именно о финансовой, скажем, астрологии. Почему? Ну, мы все работаем, мы живем все в материальном мире, и материальное благосостояние нам необходимо, об этом мы ввели очень много программ. Можете посмотреть, кстати, не только с Андреем Бухариновым, но мы ввели очень много программ по этому поводу. То есть, когда у нас столы, так сказать, обеспечены, мы можем уже думать о каких-то других вещах, и в том числе о духовности, чего, в общем-то, всем желаю, это предназначение человека все-таки. И вот эти программы, они будут направлены тоже на образование, и те, кто желает в этом как-то принять участие, пожалуйста, милости просим, это тройное W, sungatesradio.com, sungatesradio.com, то есть там вы можете оставить свои комментарии, замечания, вопросы, и которые тоже можно задавать через sungates108. Вот таким образом, пожалуйста, средства общения у нас есть, методы у нас есть, люди-специалисты, самое главное, у нас есть, за что я очень благодарен, Андрей. Всего вам доброго, спасибо за время, которое вы нам уделяете, и за очень интересную и познавательную беседу, до новых встреч. Я тоже вас, Майкл, благодарю, благодарю всех радиослушателей за то, что нашли время и возможность послушать нашу радиопередачу, наш диалог с Майклом. Желаю всем всего хорошего, до свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok